Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 12-й выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске сварил газан и закрыл, наконец, санопитнадзор, часть 2-я, сдал заранее приготовленное 4-морфия терапевту по квесту «Пейнкиллер» и собрал МП-5 по квесту «Оружейник», часть 3-я, для механика. На берегу удалось установить три глушилки сигнала, выйти с локации и закрыть квест-сигнал, часть 2-я, также для механика. Хоббит, Илья, Дроид, Алекс, Эдвард, Роман, Арстоун Касс, с приветом Володе, Георгий, Свой, Ниппер, Андрей, Иван, Бин Ас, привет Ростову, Курсор, сквозь хаос, Геоев Георгий, Данил, Алладушек. В лаборатории нет, кстати, квестов почти, поэтому, скорее всего, на лабу ходить не буду, ну, по крайней мере, в ближайшее время точно. Вазап, я вижу картинку, кстати, гораздо чётче, нежели она становится после обработки ролика на YouTube, поэтому некоторые пиксели мне увидеть легче. Алексей, Игорь, Туфри Инферно, насчёт Ника Буяныча не в курсе, Абобус, Родион, Клоп, Ярый, Самодонат Дисы, продолжение вот уже, вот, прям перед тобой сейчас. Сергей, Денис, Джо Даффи, Верди, Маркенштейн и Кроносос. Огромное спасибо, ребята, за доброе слово и бомбезную поддержку, полноценный оплачиваемый больничный получился, будьте здоровы. Продолжаем третий сезон, поправился, отдохнул, нагулялся, полон сил и энергии, приступаем. Всем приятного просмотра. Закроем сейчас оружейник, четвертую часть, здесь нам нужна М4А1, модифицированная по параметрам, которые он нам говорит, и нужен магазин, расширенный на 60 патронов, но говорят, что можно использовать костыль, магазин на 100 патронов, он продаётся на барахолке, давай попробуем, сделаем. М4 нужна будет с глушителем, расширенным магазином, эргономикой 47, и сумма отдач меньше 300, вес 3,8 килограмм, прицельная дальность более 800 метров. Прямо с самого нуля буду показывать. Обычная самая штурмовая винтовка, с прочностью, позволяющей сдавать её по квесту. Сюда мы будем устанавливать труба приклада Кольта-1, самая обычная, от просто отдачи минус 1, нам её будет достаточно. На неё поставлю тот же трофейный, который висел на этой пушке, приклад, минус 33 отдача и плюс 4 всего эргономики. Просто, чтобы не тратиться, не покупать чего-то лишнего. Дальше я возьму верхний ресивер навески третьего поколения, потому что он даёт эргономике плюс 13, сокращает отдачу на минус 2. Бам, ставим. На этот навески мы можем ставить самую обычную рукоятку для переноски, тот же целик. И на этот целик мы будем ставить самый обычный оптический прицел, главное, чтобы у него была дальность 800 метров. Это дешёвый такой бюджетный вариантишка, который работает. Установили. Дальше нам требуется магазин на 60, но я проверил, соточка тоже работает. На барахолке прикупил, веткнул и вот такая вот волына странная получится с огроменным таким магазином. Сильно, конечно, он режет эргономику, но надо как-то выкручиваться. А выкручиваться мы будем тем, что будем брать самый короткий ствол, 260 миллиметров, на эту же М-ку устанавливаем его. На этот ствол ставим низкопрофильный газблок. Он необходим для того, чтобы поставить МК-10 цевьё Александр Армс, винтовочной длины, бла-бла-бла. Не ошибётесь, он там один продаётся. На эту трубу нам нужно будет повесить МК-10 направляющая, длинная такая, чтобы присобачить к ней костыль. Он же тактическая рукоятка, как тут 10-7 всего лишь эргономики добавляет, но нам этого будет достаточно. Установили. Дальше рукоятка пистолетная, плюс 13 эргономики, но это трофейная. Я не знаю, сколько она там стоит, на барахолке можно будет посмотреть, кстати. 42 тысячи, нифига себе. Но она без галки была, поэтому вот как-то так. Можно взять что-нибудь подешевле, потому что эргономики будет с излишком. Рукоятку заряжения оставил стандартную. Это кольтовская R15, никаких бонусов не даёт, никаких штрафов не даёт. Можно поменять её на раптор, плюс 3 к эргономике будет. Затем на ствол необходимо будет установить вот такой переходник, пламя-гаситель. Сюрфайр, Варкамп, M5645, R15. У него эргономики минус 1, но при этом отдачу он минус 7 сокращает. И на этот же пламя-гаситель мы сможем установить мини-глушитель, мини-монстр, короче. Там есть три вида, и вот этот самый эргономичный. Он режет эргономику всего на минус 7, при этом сокращает отдачу на минус 7. Его мы ставим, и наша эмка готова к сдаче по квесту. У нас в запасе осталось ещё 2 целых очка эргономики, поэтому можно сократить, например, на пистолетной рукоятке. Взять с эргономикой плюс 11, какую-нибудь подешевле намного. В общем и целом мы ставим просто огроменный магазин на 100 патронов, поэтому нам надо выкручиваться по эргономике. Эргономику в основном даёт пистолетная рукоятка, верхний ресивер, короткий ствол, пистолетная рукоятка. Можно было бы приклад, с прикладом что-то придумать, но он у меня уже был, поэтому я ничего выдумывать не стал. Эту эмку мы отдаём по квесту оружейник, часть 4. Закрываем квест, забираем денежку, опыт и лояльность у механика. Следующий оружейник, часть 5, я, пожалуй, его тоже сразу сделаю, потому что выполнение оружейника 5 части позволяет открыть серию квестов Тарковский стрелок. ДВЛ нам нужна сумма, отдач меньше 400, эргономика выше 40, масса не более 6,3 кг, стрелять надо на 2000 метров. ДВЛ 10 берём, нам нужен будет сразу же прицел с прицельной дальностью на 2000 метров, это единственный в игре прицел Night Force. Сразу же по этому прицелу по связи находим крепление, 34 мм для оптики, оно нам тоже подойдёт. Устанавливаем крепление в него, оптику, покупаем тактический блок Holosun, LS321, просто Holosun забиваете и он найдёт вам этот тактический блок, он подходит. Бам, ставим его, всё, галочка появилась, можем по оружейнику 5 части его сдавать. Не забудьте, кстати, достать магазин из ДВЛки перед сдачей, потому что он весит, оказывается, полкилограмма, 500 грамм, и по весу уже не проходит потом ДВЛка. Интересная пушка, я люблю с ней играть, только я меняю ствол на тихий и всё такое. Всё, оружейник 5 часть готова, сдаём ДВЛку, закрываем квест, забираем награду, и открываются у нас дополнительные квесты. Оружейник 6 мы пока не сможем сделать, потому что R11 сейчас не продают на барахолке, чтобы её раздобыть, нужно будет прокачивать, короче, там, то ли механика, то ли миротворцу, не помню точно. Получается, откладываем это дело в долгий ящик. Зато после выполнения квеста оружейник с ДВЛкой, Тарковский стрелок, часть 1, открывается для выполнения. Здесь всё просто, убить диких с расстояния более 40 метров, используя болтовые винтовки с механическим прицелом. Пятерых диких нужно будет убить. Планы на сегодня, закрыть два оружейника, что мы уже сделали, да выполнить задачу каратель, часть 1, добив диких на берегу, используя АКМ, четверых всего осталось. И ещё хочу закрыть сегодня провизор. Если получится проникнуть в 114-ю комнату, двухэтажки, общежитие на таможне, забрать чемодан и выйти, то закроем этот квест. Так, АКМ у меня уже собран, мешок не знаю, брать не брать не мешок, блин. А если лев? А мы его тогда в гамма-пас засунем, да? ЧВК на берег дневное время, страхуем уши, шлем, ааа, да, бронеразгруз можно страхануть. Да и всё, мешок брать не буду, пойдём без мешка. Фух, ну поехали. Всё, что мне надо от берега, это 4 диких. Всё, и пойду сразу же на выход. Долго не было выпусков. Спасибо, ребята, что поддерживаете, всегда переживаете, когда, чего, где ты, вообще как ты и так далее. Интересуетесь, это очень приятно. И ещё были вопросы по поводу, какой комп типа собрать, какое железо подтянет. Тарков любит процессоры. Так что в первую очередь обращайте на производительность процессора, если планируете собирать компьютер конкретно под Тарков. Лучше всего, честно говоря, это чтобы сами вы сели и разобрались, посмотрели гайды, обзоры, сравнения, тесты и так далее и тому подобное про все железяки, которые планируете покупать. И тогда вы точно определитесь с тем, что вам надо. Когда я собирал свой комп, помимо того, что я ознакомливался с тем, что вообще сейчас рынок предлагает, интересный вариант был посмотреть всё это дело на Е-каталоге. Здесь довольно всё просто и интуитивно понятно. Человеку, которому нужен процессор, заходит соответствующий раздел компьютеры, комплектующие. О, панчики! Процессоры. Конкретно мне нужен был Intel. Я ставлю, значит, фильтр сюда в Intel. И мне нужен был на 1200 сокете. То есть разъём 1200 нужен был. Сразу тебе подсказка, что выбрано 13 моделей. Можешь их посмотреть. И для того, чтобы сориентироваться по цене, конкретно по своему какому-то бюджету, выбираешь себе фильтр от дешёвых, допустим, к дорогим. Поначалу я думал, что Е-каталог это только Россия и Украина, но нет. Из Казахстана я тоже могу посмотреть, выбрать себе здесь какие-то процессоры для сравнения. Цифру не пугайтесь, это казахстанские теньги. Короче, поставил нужные фильтры, вывел от дешёвых к дорогим. Смотришь по своему бюджету. Сумма, на которую ты рассчитываешь. Ну, примерно возьмём i7-10700 и i7-11700KF. Берём и добавляем два этих процессора просто в сравнение. Сравнить, сравнить, переходим в сравнение. Когда я покупал, меня конкретно интересовала тактовая частота, меня интересовало тепловыделение, потому что я подбирал кулер процессорный отдельно. Ещё что интересного есть. Есть отзывы, кстати, от покупателей, которые уже приобрели и оставили там конкретно свои какие-то комментарии, плюсы и минусы. Во, здесь товарищи в отзывах оставляют, даже чем охлаждают и какие показатели они получили в итоге. Не дурно. Если вызвало интерес, то ссылки будут в описании. Переходите, смотрите, подбирайте, сравнивайте. Много чего интересного тут найдёте стопудово. Сделано для людей. Так, ох, мать моя женщина. Куда же меня переход на маяк, тоннель, лодка на причале? Понятно. Блин, мне в другой конец карты вообще надо будет бежать, чтобы выйти с локации. Ну ладно, выход с локации нам, насколько я знаю, не обязателен. Нам достаточно только диких дострелять. Поэтому... Ага, по-моему, там... Где-то на горизонте кто-то проскочил, мне показалось, может... Может, далековато. Так, как сделаем? Тогда сначала посмотрим порт. Не порт, да, порт. Посмотрим порт. Если никого, заглянем наверх на Чупик. С Чупика на ТЭЦ спустимся. ГЭС точнее. Если там никого не достреляем, то пойдём дальше. Перебежим на ту сторону, и там уже будем рожать где-то диких, смотреть на заправки и так далее. Стреляют. Страшно. Ну давайте, ребята, чтобы я... Спокоен был за то, что если даже... О, есть один дикий. Вижу, товарищ чё. Я понял тебя. А ты хорош. Ты ещё и шуманул сейчас, блин, сюда что-то все прицелы будут смотреть, да? Ну ладно. В кондейку селши. Урот! Не понял. Нифига масочка ПСКи держит 7.62. Я вообще удивлён, если честно. Столько искр там повылетало. Это вообще капец, какие-то тут плюшки. Нет, надо валить отсюда по-хорошему. Ну чё, один есть. Если сейчас мне не пролетит, а я вот... О, это на чупике наверху. Блин, ЧВК там, значит. А мне ЧВК не нужны. Мне ещё троих надо. То ли паранойя, то ли предчувствие. Что кто-то пялится. Выцеливает сейчас меня. То ли просто давно не играл, и поэтому... Страшно. Слегка. Тут что скажете? Тишина. А вообще я бы попробовал бы на лодке свалить, если честно. Если бы он стрелял. ВХ нету. Сейчас бы быстренько посмотреть, где есть, кто где нет. Бах-бах и домой. Шучу. Играйте честно. Опа. Опа. Умирай, братишка Скопытил еле как Да, СПС-ок тяжко вообще, короче Пойдем посмотрим на ГЭС Как раз двоечку, может, там и оформим Хотя можно было бы и заправку внизу там посмотреть Там навряд ли в одного-то ходит, да? Ладно, раз уже сюда поперся Нет, скорее всего, раз на чупики стреляли Тут дикие живые Это, скорее всего, они пошли на На ГЭС как раз-таки Ну и ладно, мы тоже пойдем Это нам жалко, что ли? Нет, живой, прикинь Все, последний Ну, ура, залечу Ага, есть контакт Это наш клиент Судя по всему Ты куда тут? Ура Отдача Вообще нормальная А давай патронов закинем А он близко А он близко О! Все, я по звуку понял, что выход выживания с локации не обязательный Так что А давай, наверное, я пойду все-таки на Норвенский схожу, а? Я бы хотел сходить на Норвенский Во-первых, там Что-то я еще слышал Третьего тут Или он на крыше Ох, не схлопотать бы мне сейчас Блин, а кто? Ничего не пойму Походу, я не дойду до Норвенского, да? Че с вами, пацаны? Ух, добил еле как Нифига себе Четверо внизу Один вверх Ой, надо кровь остановить Нифига ты меня тарко встречаешь, конечно С распростертыми Пятеро диких здесь, наверное Вообще капец Я такого давно не видел А руки-то какие деревянные Нифига себе Отдача в небо просто Ух, скучал я по Тарково Скучал Вот этот гад Напугал, капец Своим шлемом Я уже подумал Что это за зверь такой тут Все понятно, все Блин, на Норвенский Пойду, наверное, все-таки Пойду схожу Попробую там Посмотреть пару сейфов К картотеке Если получится Там же и выйду А нет, так и бог с ним не жалко Блин, руку не пришел Вот теперь у меня из-за того Что трясутся руки О! Все, говорит, пацаны Отбегался Что там по здоровью у нас надо? Руку пришить все-таки Так, одного я там уже убивал Где этот Возле берега Это второй Все, одолечиваемся И вперед И с песнями Ох, я и место выбрал, конечно, для Пробежки Пробежки Давай, давай Копись выносливость Чтоб если что, стартануть Рвануть Глотануть все-таки таблетку ХЗ, что там будет у меня Внизу Пойдет Пойдет Да вроде тихо Ага, в спине есть один дикий Но мы его не боимся А я фонарик забыл Так, ну давай флешку Это будет вообще круто Сейчас, если получится еще флеху найти О, чайник Все Точно домой надо педалить Чайник Я тебя искал, блин, весь второй сезон И лев, да? И лев? И лев! Как же хорошо-то Лева со мной Пойдет Это сюда-сюда А можно сюда сразу, да? Хорошо-то как Хорошо-то как Выйти бы еще Нифига себе Это я еще когда отправлялся Еще такой думаю Блин Мешок брать, не брать С собой Думаю, наверное, не буду брать Потом такой А вдруг лев? А потом понял, что у меня гамма Как? Обрадовался, обрадовался И смотри Как в воду глядел Нифига Лиса точно хутор Или это меня Тарков балует? Но если я выйду сейчас То это точно Подкрутка Шучу По большому счету Пофиг даже Если я льва без галки вынесу Потому что Лев нужен будет еще Для установки Ящика диких Так что я Вообще в большом плюсе Так-то он Наверное стоит Там не так уж и дорого Но 200 тысяч Экономия Что, плохо что ли? Офигенски Как по мне Остается надеяться Что здесь работает выход Все нормально Выход не работает Я еще устал Я устал Прямой наводкой В сторону тоннеля Тогда Как бы мне не хотелось Остановка Остановка не прогрузилась Текстура И я шлепал По остановке Там же остановка Браво А нет Остановка чуть дальше А что я там Куда я попадал Все Я прям слышал Шлепок Или я просто Выдумываю Там что-то Да вот там Остановка Не прогрузились Текстуры просто Так-то я Это Ровно стрелял Видишь же Нормалек Так Как раз там пока Ребята шмаляют Где-то там далеко Я Скорее всего Успею Проскочить Тоннель Все Да что такое Сколько вас тут Не пойму Бежит сюда Может гранату И дать По тапочке Вот так сделаем Ой У меня граната Кидает же Как ребенок Ого Чисто такое Этот Отвлекающий Маневр Можно было бы Зайти еще В коттедж Бесплатный Хотя бы Посмотреть Флешки Че мне терять А у меня Лев и чайник Ты че Куда Какие коттеджи Какой глупенький Если я с галками Чайник И льва Вынесу Это будет Очень хорошо Ого Огонь Включим Страдать Если че В чат Кричат Типа Пацаны Не надо Я свой Вжух Ура А до я Грех Взял с собой Рубрики Как раз Как раз Ко второму этажу Если дойду К двухэтажному корпусу Общежитий Так вот этого парнишку можно И Наверное Нужно Убрать Е-мое Отсюда Есть Кабанчик Интересно будет Потом Посмотреть Дистанцию Метров 250 Наверное Не больше О Здравствуйте Спасибо Так Че Внедряемся Да В двухэтажку Мне нужен Первый этаж Как там Учили Опа Очки И мимо Я вообще Разучился Чтоб Двигаться Даже Опа И свет Дали Ого 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 Так Так Ладно Мы сюда Не за Этим Приперлись Вот Эта комната Нам нужна Какой Стрип-бар Ты че Бам Что Что происходит Что происходит Это разве законно? И каска Такая Как горшок Упала Может Народит Туда Шприц Так У нас Проблемы У нас Тут Вот как Мы с этим Добром Теперь До выхода Добежать Во дворе Кто-то Топал Я Поэтому Топанул В эту сторону Так бы Я Через Парадку Просто Выскочил Да Вот Кто-то Там И Мешает Ее Парас Это А это Дикий Так И там Дикий Получается Что-то Какая-то То ли Дымка То ли Ничего не пойму Да Какая-то Как туман Какой-то Да Поэтому Походу Мне кажется Что темнее Немножко Во там Лупят Слышал Да Ни за Что Не догадаетесь Куда Я Намылился Блин Или не тупить Все-таки Выйти Просто Че там Вы плясываете Угу Угу Да-да Я выйду Просто И все Спасибо Ты был Как бы Добр Ко мне Не Я все-таки Вынесу Кейс И Льва 8 минут И дело В шляпе Слушай Все Квест Провизор Можем Закрывать Кейс С прибором Мне удалось Все-таки Вытащить В этот раз Локации Вот она Гора Квестов От терапевта Планы Снабжения Дает Квест Найти Защищенный Кейс Для документов На лесопилке В лесу Понял Сильпо Квест Я Оказывается Тушенок Вообще Не находил Пару штук Всего лишь Есть Мы их Тогда Сразу Сдадим И еще Надо будет Целых 13 банок С тушенками А вторим У меня Только один Аккумулятор Есть Зато свечей Гора Целая Ну ладно Сдадим Тогда свечи А с аккумуляторами Поживем Как говорится Увидим Пока У меня Нет Ключи От этих Помещений Новый Квест Кстати На маяке Отдых У моря Называется Найти Кейс Информатора На локации Маяк Понятно Теперь Работенки Для дикого Конечно Привалило Надо будет На развязку Отправить его Хотя бы Разок Другой Посмотреть Что там У меня Получится По тушенке Вынести Вот так Планы Меняются По ходу Прям Дело В общем Тут Какая-то Дичь Произошла Ваш персонаж Говорит Находится В рейде Но у меня Так и не Загрузилось Я там Подождал Несколько Минут Дикий Никогда Не ждет Ожидания Сессии Короче Я возвращаюсь В рейд В надежде На то Что он Продолжится Что-то Какая-то Проблема Есть С загрузкой Дикого На карту Что-то Какая-то Беда Опять Все Прогрузилось И ожидание Начала Сессии Дикий Никогда Не ожидает Начала Сессии Походу Диким Сегодня Не судьба Никуда Сходить Дикий Мой Сломался Я ХЗ Чё Почему Не запустил Почему-то Короче И видимо Он там Либо погиб Либо просто Рейд Закончился Пропал Без вести Пойдем За ЧВК Тогда Влезь Сходим За папкой Что-ли 8 утра Нас устраивает Страховать Ничего Не надо Надеюсь Дикого Отпустят Что это За фигня Такая А кто Мне помогать Будет Тушенку Собирать Этому Где Это Упавший Ой Я недалеко От этого Ух Мать Ох 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 Полутаться Но я не буду Лутаться Сразу Постараюсь Бегом Слету С двух Ног В эту Самую Во Времянку Какое Небо Смотри Красиво Прям Грозовые Тучи ЗБ 14 Выход Ой Блин А я ключ Не взял По моему А нет Есть ключ Все нормально Без паники Упачки Первый пошел Пожрать Пожрать мы Всегда Сами Не свои Пожрать Заберем РГД Сюда Блин Вот этот Вот не мешал Бо мне Товарищ Потом Еще полную Спину Накидает А я его Не вижу Он Есть Ну и ладно Будь там Так По моему Я приехал Что то тут Ага Вот он Вот он Это я Это все я Так я правильно зашел Да Вот она Папулька Вот он Майонез Вот Пожрать Вот Попить Так Что то Хоторый Там кто то По деревяшкам Ходит Папку то взял А вот теперь Как выбраться Отсюда Опа Давайте Давайте Отвлекайте На себя Шумно Куда мне Ваши гвозди Понял Лихо Ваши гвозди Не получишь Ничего И бушка В тему Надо Короче Лететь С боем До 14 ЗБ А то Сейчас Тут Все вокруг Будут Осматривать В прицелы Это Сто Процентов Это Кто Такой Они Не Умирают Они Они Не Умирают Не Надо Мочить Что Придумал Не 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 Френдли Я Френдли Хе 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 Я Френдли Говорю Френдли Нет Хе 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 Какой Агрессивный А Молодой Человек Понял Тебя Хе 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 Опачки Что там Хе Хе Пиндос Ебаный Хе 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 Ладно Такое тоже бывает Я Хе 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 блин уж и и наказать на месте как вот вот так вот вот ты ладно хорош выпендриваться пошли домой ну да ну да попал не попал 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 нормально прост и и такого даже не видел прицела еще не разу ладно вот это вот кикенем вряд ли надо будет дома парочка есть хватит верно это еще какое-то крепление надо было ну и забираю флешку которая лежит тут запалилась ждет меня пошел домой за флешкой приходи в другой раз а чё я парюсь блин нифига мне просто папку вынести да и все выход под носом а я хожу там на открытой местности вот кстати прицел хороший чик коллиматор легким движением руки магазина не выбрасывал у меня в случае перезарядки да но это ничего серьезного так от зубы ключ у меня есть осталось надеяться и верить в то что зубы работает ой я опять фонарик забыл на нацепить зубы не работает ладно не буду спускаться чтобы там не было просто спокойно пойду домой постараюсь выйти на окраине там кто-то стрелял на противоположной стороне возможно мы сейчас лоб в лоб идем все в порядке сахар сладкий вроде как он по своим там ушел движухам все готово квест еще один час закроем и нормалек сам по себе сигнал часть 4 сделался у меня навык память достиг четвертого уровня я предыдущие два сезона сдавал квест своего рода саботаж в этом сезоне я предлагаю его провалить и все-таки в хотя бы в третьем сезоне пока я играю с на максимальном паке передать папку терапевту закрываем планы снабжения закрываем квест забираем награду ну и к сожалению для лыжника своего рода саботаж на квест провалили надо все-таки раскошелиться на разведцентр если мы эту папку найдем то ничего страшного мы в любом случае найдем ей применение можем построить разведцентр мгновенно построиться вам готова во так и надо было сразу же начинать до торганул механику продал тут кое-какое барахлишко которая среда повыносил теперь часто быстренько все изучу и пойдем в убежище строить себе всякие классные штучки верстак улучшаем три часа как раз к следующему выпуску будет готова я думаю освещение можем поставить вам шесть часов отлично готова вентиляция запускаем подыш 10 часов мать как хорошо то живется но все пока больше ничего улучшить не получится у нас как бы мы не хотели как бы мы не старались так что придется на сегодня заканчивать ждать улучшений скоро тут все будет вообще как у людей получается она сегодня у меня все благодарю всех за просмотр надеюсь выпуск вам понравился сегодняшний огромное еще раз спасибо за поддержку финансовую за моральную всем отличного настроения приятной игры увидимся услышимся в следующем выпуске до свидания спасибо за просмотр!